Всем привет! Сегодня я приготовлю яблочно-творожный пирог с лавашом, то есть вместо теста, вместо муки у нас будет лаваш. Лаваш моему мужу не поднимает сахар, но нужно не больше 50 грамм. То есть я буду брать 100 грамм лаваша, здесь у меня 180, 80 грамм останется, 100 грамм. По 50 грамм у нас на каждого и тогда все получается хорошо. Сейчас мы почистим яблоки и потрем их на крупной терке. Итак, яблоки у нас потертые и сейчас будем все смешивать. Два яйца. Сахарозаменитель по вкусу. Немножко соли. Корица. Все размешиваем. Масло сливочное. Все. Количество я поставлю под видео. Сколько чего взяла. Творожок. И яблоки сразу. Режем сюда лаваш. 100 грамм. Лаваш можно резать ножницами кухонными, можно ножиком, кому как удобно. Лаваш здесь идет вместо муки. Это я предлагаю тем, кто никак не может привыкнуть к цельнозерновой муке. Лаваш, мне кажется, более безопасен, чем хлеб из магазина белый. Так, вот думаю, что все. Сейчас взвесил лаваш. Здесь осталось 90 грамм. Ну, здесь, значит, 90. Все равно буду считать, что 100. Все это вместе размешиваем и укладываем в форму. Размешать нужно так, чтобы весь лаваш намок покрылся смесью. Запекать буду вот в такой силиконовой форме. Невысокой. Вот так у нас получился пирог. Он у меня будет невысокий. Форму наполовину заполнилось. И последний момент, почему-то я решила добавить сметану сверху. Чтобы образовалась корочка красивая. Ну, и посочнее, чтобы было. Вот и все. Так, в духовку 180 градусов не разогрета на 30 минут. И вот готов наш пирог. Немножко остыл. Сейчас мы его переложим в тарелочку. Вот такая красота у нас получилась. Сделала фотографию. Вот такой пирог. Вот такой классный. Сейчас попробуем с молочком. Кто-то у меня спрашивал, а почему вы сюда молоко пьете? Я вообще молоко пью мало. Но вот с выпечкой, с пиццей или с такой какой-то выпечкой мне нравится молоко. Не знаю почему. И я, кстати, как создаются у нас шедевры. Я пришла как раз делать перекус с молочком. Я почему-то просто хотела лаваш с молоком попить. Потом что-то так посмотрела. Творог, яблоки лежат. Думаю, дай-ка я это все вместе соединю. Я этот рецепт, конечно, знаю. Я уже пробовала его делать. Но давненько уже делала. Вот. А тут думаю, дай-ка сразу все с этими, с подсчетами, со всеми хеей, с калориями. Посмотрим, как это будет. Все будет под видео. Заходите и смотрите. Конечно, ребята, это нежнее намного, чем с цельнозерновой мукой. Но вкус цельнозерновой муки нам уже привычен. Здесь немножко по-другому. Здесь знаете, какой вкус? Сейчас скажу. Вот кто лаваш, рулет из лаваша делает, скручивает, и вот они уже полежат, подмокнут. И вот ешь, и лаваш тут не хрустит, не так вот, не крошится или как. Он такой как бы мокрый. Да? И вот здесь точно так же. То есть в лаваш можно закрутить и яблоки, и творог здесь сладенький сделать. Он промокнет, и вот точно такой вкус. Это вкусно. Очень вкусно. Вкусно. Сейчас вот сижу, думаю, надо сделать с фаршем. У меня там фарш немножко остался. Я, наверное, сделаю фарш. Кабачок туда можно положить. Фарш. Яйцо так же. Будет солененькое. Тоже будет очень-очень вкусно. Очень. Мы иногда сейчас делаем на завтрак с яйцом, как типа омлета, пиццей. И вот можно такую же запеканочку сделать и с фаршем. Вкусно. Спасибо, что были со мной. Делайте, пробуйте. У кого не поднимает сахар, можно. Но если съесть, вот маленькую долечку во рту посластить, не наестись, а просто закусить. Вот немножко. И всё, и всё будет в норме. Вы это попробовали. Это вкусно. Во рту посластили. Всё. И дальше через там... Это после завтрака можно съесть, после обеда можно съесть. Но после ужина не надо углеводы. После завтрака и обеда очень даже между ними можно съесть по маленькому такому кусочку. Одна восьмая часть. Будет очень-очень даже здорово. Всё. Спасибо ещё раз. Всем пока-пока и до новых встреч. Пока-пока и до новых встреч.